Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале Мода и Жизни, мой канал Моди Красоте, также об умном шопинге. В одном из своих видео я рассказывала, как я совершала покупки в Прок, покупки, возможно, которые были продиктованы жадностью. Вот одна из таких покупок, я нашла ее здесь, на море, возможно, кстати, привезла с собой, сейчас не вспомню. До сих пор с этикеткой, размер 3, 3, B. И могу сказать, что велика мне безнадежно, даже с какой-нибудь ваткой, ненужным носочком. Здесь, конечно же, объема нужно прибавить очень-очень много. Купила я по цене, от которой не могла отказаться, это Ла Перла. И подумала, ну, как бюстгальтер не сойдет, возможно, как какой-нибудь купальничек издалека, с шагового расстояния, не видно, что это нижнее белье. До сих пор не ношу, и в итоге лежит-лежит, уже стал велик. Наверное, кому-то придется подарить, кому могу подарить. Ну, конечно же, невестка своей будущей, скажу, на тебе, невестушка, приданная. Итак, речь сегодня, речь сегодня пойдет снова о минимализме. И расскажу я вам об интересном феномене. На мой взгляд, это такая концепция, я с ней не очень знакома, но, как я думаю, и многие мои зрители, я о ней слышала, она постоянно на слуху. Это концепция бедности. Это видео, которые так или иначе выходят нам рекомендованных вещей, привычки, которые делают бедные люди, никогда не делают богатые. Либо, наоборот, что нужно не делать, чтобы разбогатеть. Либо, наоборот, что делая, вы никогда не разбогатите. Ну, в общем-то, это некая концепция бедности, если я не ошибаюсь. Сейчас у меня прямо-таки ушла формулировка точно того комментария, который мне был оставлен. И комментарий звучал примерно так, что минимализм, люди, которые начинают практиковать минимализм, они обрекают себя на бедность. С тем, что они, в общем-то, и тут не покупают, и вот здесь на тряпочке что-то режут, и не выбрасывают, и ходят до последнего в одежде, которую им хочется доносить. И таким образом они, скажем так, вот эту идею пропагандируют, и то, что мы можем визуализировать, то, что мы можем думать, оно, скажем так, и материализуется. Тоже вот такая концепция бедности, она тоже существует, что нужно думать о каких-то больших деньгах, чтобы разбогатеть. Ну, а если думать о том, как сэкономить, то всю жизнь будешь экономить. В общем-то, это очень тонкие грани, но, повторюсь, я думаю, многие поверхностно с этой ситуацией так или иначе, с этой, точнее, концепцией так или иначе сталкивались. Что я могу сказать вам, дорогие зрители? Опять же, у меня есть видео на канале, где я говорила, что минимализм не имеет никакого отношения к бедности, хотя бедность может привести человека к минимализму, он может экономить, экономить в силу того, что ему приходится экономить, и потом однажды ему попадается видео, статья, либо человек, который практикует минимализм, и человек, который из бедности практиковал что-то, он начинает понимать, что можно практиковать из бедности, но и опять же, шагая по пути минимализма, делает это совершенно осознанно, совершенно по другим причинам, либо по причинам совокупности. Соответственно, да, бедность может привести к минимализму, ничего в этом странного, удивительного нет, но минимализм к бедности привести не может, я просто в этом убеждена. Вообще, я считаю, уважительно относиться к деньгам – это не что иное, как способ эти деньги аккумулировать. Потому что, когда мы понимаем, сколько времени мы тратим на свой заработок, мы можем это время более грамотно распределить. Потому что почему-то мы зачастую думаем, что деньги, которые мы зарабатываем, – это зарплата, которую нам кто-то платит. Но на самом деле это не так. И таких примеров очень много. Наверное, я сама являюсь таким примером, когда, вкладывая чуть больше своего собственного времени, ты можешь чуть больше заработать. И, соответственно, если следовать концепции минимализма, когда мы понимаем, что нам нужно, сколько вещей нам нужно, какие вещи мы хотим покупать, соответственно, мы должны отталкиваться, прежде всего, от своих желаний, что в этой жизни нам нужно, и потом понимать, сколько денег нам нужно заработать, то, соответственно, даже уменьшение заработка – это не является материализацией того, что мы где-то экономим, что-то не выбрасываем, что-то доиспользуем и переиспользуем. Поэтому это не что иное, как перераспределение своих прежде всего временных ресурсов. Но, опять же, если мы сохраняем свой заработок на том же самом уровне, если мы пока не готовы рискнуть, как делают многие минималисты, прежде всего, минималисты с мировой известностью, которые пишут книги, которые имеют блоги, к которым прислушиваются действительно миллионы людей, которые меняют апартаменты свои на более маленькие, просто потому, что их легче содержать, которые меняют свою работу на мини-стрессы, просто потому, что таким образом легче работать, а столько денег, как прежде, уже и не нужно, мы можем даже в какой-то мере оставаться, что называется, в плюсе. Потому что, опять же, один из законов экономической теории, который мне посчастливилось усвоить в университете, гласит, что все то, что мы готовы были потратить, но не потратили, мы можем считать своим заработком. Поэтому минимализм однозначно может привести к некой экономической стабильности, к экономическому достатку даже. Вряд ли, конечно, к богатству, потому что, чтобы быть богатым, вот недавно мы буквально разговаривали с Егором, потому что в этом году Егор пойдет в 8 класс по российским стандартам. И это класс, когда все дети выбирают, куда они потом пойдут. Пойдут они потом в лицей, и после лицея ни один ребенок не получает специального образования. Лицей учит прежде всего, добывает знания и учится. Как правило, все дети, закончившие лицей, идут потом в университет. Либо можно пойти в институт, мне кажется, это называется у нас в России средне техническое образование. После окончания института ты можешь получить свою профессию и выбрать пойти в университет, если тебе хочется пойти в университет. И вот буквально сегодня мы с Егором разговаривали, я и мой муж, о том, что нужно очень хорошо понимать, как ты хочешь жить. И нужно очень хорошо себе представлять, что большое количество денег, которые ты готов и хочешь заработать, это прежде всего большой стресс и большое количество времени, которое ты будешь посвящать на то, чтобы эти деньги зарабатывать. И опять же, если у тебя определенная зарплата, она по среднестатистическим меркам не очень высока, эта зарплата прежде всего позволит тебе некую стабильность, некую бесстрессовость, возможность возвращаться домой всегда, когда без задержки, когда у тебя заканчивается рабочий день, начинать его не раньше и не позже, а работать нормированно и так далее. Сегодня у нас был очень интересный разговор с нашим ребенком. И откуп на самом деле мы дали ему, потому что действительно, я считаю, очень важно. И я надеюсь, что итальянское образование, система итальянского образования позволит детям даже в таком юном возрасте, но все-таки почувствовать, чем бы они хотели заниматься. И самое главное, как они потом хотели бы видеть свое будущее, они хотели бы сразу пойти работать. И, возможно, не получая высшего образования, иметь больше навыков, самообразовываться в сфере уже рабочей, и, соответственно, потом быть предпринимателями, возможно, почему бы нет, либо оставаться всегда в сфере подчинения, потому что в этом тоже нет ничего плохого, в особенности здесь, в Европе. Это некая стабильность, но которая не позволяет тебе некого роста, когда ты предприниматель, можешь расти, но, безусловно, ты рискуешь. Либо они идут потом в университет, но, опять же, мы сегодня очень хорошо рассказывали Егору очень подробно о том, кто мог позволить себе раньше высшее образование, почему высшее образование считалось престижным, почему высшее образование это было хорошо, когда ты сразу, имея диплом, мог найти работу, потому что дипломированных специалистов было очень мало, а в современном мире, в особенности в Италии, дипломированных специалистов так много, что они просто остаются без работы. Предполагаю, что подобный вопрос, не приводит ли минимализм к бедности, был задан мне человеком, который только начинает шагать по быти минимализма. Могу сказать, что нет, совершенно точно не приводит. Более того, если вы даже только под моими видео почитаете комментарии, где люди пишут о том, как они смогли раньше закрыть долги, как они более стабильно чувствуют себя от начала зарплаты до конца зарплаты, просто потому что отказались от каких-то покупок и осознали, самое главное, почувствовать, что эти вещи, которые раньше они стабильно покупали, периодически покупали, им просто не нужны для собственного комфорта, для собственного ощущения счастья. Вы можете быть уверены, что нет, минимализм действительно ведет к некому самоощущению, которое дает тебе счастье и некоторую гармонию, возможно, не в первые годы практики минимализма, но и совершенно точно, просто исключено, чтобы минимализм мог приводить к бедности. Я вам искренне желаю начать делать первые шаги по пути минимализма, если вы еще сомневаетесь. Всегда можно остановиться и свернуть, что называется, на другую дорогу, это не всегда будет дорога потребления безудержного, это может быть просто какое-то разумное потребление, какие-то разумные и осознанные покупки, без практики минимализма, без саморазвития в этой сфере. Ну, а возможно, минимализм настолько вам понравится, вам будет настолько комфортно в этой философии, что вы решите продолжать. Повторюсь, минимализм, он меняет разные сферы нашей жизни. В моем случае так получилось, что я поменяла даже питание, я поменяла тот способ, как я провожу время со своими детьми, и сколько я провожу время со своими детьми. И на самом деле, минимализм, он очень многогранен. И мне почему-то кажется, что многие минималисты, перечисляя, обязательно забудут что-то упомянуть из того, как поменялась их жизнь, благодаря минимализму в том числе. Я же на этом с вами прощаюсь. Это была Аняна Скорцова, увидимся очень скоро. Всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!